Эти художники были долгое время неизвестны в России по разным причинам. Первая причина, что художники, которые уехали за границу, они в советском искусствознании воспринимались сразу как не то, чтобы даже враги, а скорее просто недостойные изучения. Или там они остались. Были те, кто вернулись, как Грабарик, а Гордовский. И Кандинский тоже возвращался, потом опять уезжал. А были те, кто остались, вот Явленский, например, и Веревкина. Веревкина, она же была очень образованная и очень обеспеченная. Она была очень обеспеченная, и поэтому она сняла такую квартиру. Это была двойная квартира, сдвоенная на Гизелла-штрассе, поэтому их общество, какое-то им называлось обществом гизелистов. В одной квартире они с Явленским жили, и он работал, а другая часть этой квартиры была что-то типа салона, где она могла принимать гостей, в том числе музейщиков, галеристов. То есть вот действительно элиту мира искусства Мюнхена. И вела там эти салоны. И к тому же она очень любила экстравагантно одеваться. Для мюнхенской публики эпатаж эти костюмы. На всех ее фотографиях она в огромных пиджаках с большими плечами, в огромных вот такого размера, не типичных, не французских, не мюнхенских, а русских таких шляпах. Ну, не то чтобы они руссконародные, но это было то, что она заказывала себе шить. Большие шляпы, усыпанные цветами. Это была ее визитная карточка. Но ей хотелось вот такой какой-то, ну не то чтобы провокативный выпад совершить от Кореи, наверное, переосмыслить роль аристократической барышни в качестве роли просто образованного человека. Вот эта ее эксцентричность, она проявилась еще довольно рано. Она была со своим отцом в их имении благодати. Там она начала уже внутренне протестовать против этой роли, богатой девушки. Она писала потом в своих дневниках у нее, изданные дневники, письма к неизвестному они называются, где написала, что ей неприятен этот образ, что это барышня на выданье, как какой-то товар. Она хочет от этой роли отказаться. Она не хочет этим быть товаром, поэтому она требовала там перешить из матросской одежды в себе женское платье. Есть очень известный ее автопортрет в матроске, очень красивый, очень такой нежный, очень такой репинский, но такой торжествующий. То есть торжество, наверное, женской или человеческой воли. Потом она в деревне у себя в благодати помогала крестьянкам и работала, ну, как не работала, по доброй воле, в общем, помогала свежим мамам, роженицам, или вот поведухам, наверное, правильно сказать. И видела очень много каких-то сцен неприятных, какого-то деревенского насилия, которое очень сильно повлияло на ее отношение к браку и к отношениям с мужчинами. Она была очень четкого понимания, чего она хочет и чего она не хочет. И в своих дневниках о Явленском, ну, то есть эти письма к неизвестному все равно в какой-то степени, хоть об этом не говорится напрямую, обращение к Явленскому. Пишет о том, что между нами спит ребенок, наш единственный ребенок — это искусство. Таким образом намекая на очень специальные, очень особенные отношения с Явленским. Никто, никто не был для меня лучшим спутником. Как мы оба любим мир фантазии, как вы чувствуете поэзию, красоту всех граней жизни и сердца. Я люблю вас, потому что вы служите идее, вы понимаете красоту жизни. Я обожаю всякое творение человеческого гения, я обожаю искусство, красоты природы и сердца. Кстати, первая говорила, что искусство будущего — это искусство эмоций. То есть, по сути дела, тот постулат, который идет во всех работах Кандинского как мастера эмоциональной абстракции. Она действительно не писала в это время, и только в 1905-1906 году она потихоньку снова возвращается к живописи и пишет баварские и австрийские пейзажи вначале, и потом уже приходит к живописи красками. Она, наверное, довольна своей ролью, как сегодня мы бы сказали, менеджера вот этого русского круга. Она их привечает, она их возит в Венецию, она выступает перед ними, она читает им литературу, они выписывают английский очень модный журнал The Studio, который она всем цитирует, она говорит на этих всех языках. К ней приходит всякая мюнхенская и не только мюнхенская элита. К ней вот стекаются прям вот эти какие-то богемные интеллектуалы, Сахаров появляется в их жизни. Александр Сахаров, между прочим, вот тот, который красные губы, портрет Явленского, тот, который портрет танцора Александра Сахарова, кисти веревкиной, в женском образе, вообще-то это изначально художник, который учился в Академии Жулиана в Париже, в лучшей частной академии Парижа. Он приезжает в Мюнхен, это, в общем-то, для нас прямо такой знак, что Мюнхен по-прежнему является супермагнитом, это начало 20 века. Общается с Веревкиной, с Явленским, получает частные уроки хореографии, становится танцором. Вместе они развивают эти концепции, вместе они обсуждают, что пол человека, он не зафиксированный, он флюидный. И поэтому Сахар, будучи женат на женщине, переодевается в женские костюмы для того, чтобы танцевать свои прекрасные перформансы, в которых они вместе все под музыку Гартмана и под абстракцией Кандинского делают что-то такое, совершенно невероятное, такое синстезическое представление, где тебе пытаются через танец показать звуки живописи. И это вообще на самом деле какое-то невероятное движение мыслей, невероятное движение этих идей. В искусстве существует лишь один способ видеть верно, по-настоящему. Это видеть вещь иначе, чем она есть на самом деле. И великие, каждый на свой лад, видели вещи именно так, не такими, какими те были, а такими, какими они нравились. Это основополагающее правило, эту максимум искусства следует искать в его истории, украшенной именами всех, кто оставил нам свои шедевры. Мария Анна Веревкина. Письма к неизвестному. Мария Анна Веревкина, она вот, я уже сказала, начинает только в начале XX века, в 1906 году работать, ну а потом она уже переходит к своим картинам. Ну вот «Школа», «Осень», очень известные работы. В общем-то, можно их перечислять без названия, потому что все они, мне кажется, имеют один общий мотив, это мотив какой-то апокалиптический. То есть, на самом деле, глядя на них, становится страшновато и становится тревожно. И даже если работа такая, по сути, в общем-то, безобидная, сюжет, например, катающаяся на коньках, то все равно там какой-то присутствует мотив смерти, мотив страха. Они похожи на каких-то призраков. И этот мотив, он присутствует во всем ее творчестве. Либо это связано с ее какими-то личными мучениями, либо это связано с предчувствием у всех художников на рубеже веков, в начале XIX века, на самом деле, есть предчувствие большой катастрофы. Это как мотив общий для многих художников.